Мария Фарабовская недавно отыграла на концертной презентации «Даш Содружество». Скажи, пожалуйста, зачем ты участвуешь в этом концерте и в других концертах «Даш Содружество»? Зачем? Ну, как бы тут, ну, пошли тут две цели. Во-первых, донести свое творчество до людей, потому что каждый концерт — это много зрителей, это разговор с ними. Во-вторых, мне важно то, как меня могут ценить другие музыканты, например, для меня важно мнение того же Илюши Прозорова, да, там, мнение, там, даже «Даш Содружество», хотя он не музыкант, но мне ее мнение важно по ряду причинам. Вот. И еще это действительно с трудничеством, потому что я понимаю, что если я собираю песню, она будет хорошая, я могу позвать кому угодно из музыкантов просить по игранию на контрабассе, на флейте, и они придут, подыграют, и это не будет стоить мне не то, что каких-то финансов, не будет стоить моральных напрягов, и стояние на коленях, и выклянчивание — сыграй мне, пожалуйста. То есть спокойно поздно. Люди просто придут, люди просто придут, да, и сыграют. Поэтому это как бы такая, с одной стороны, это концерт, а с другой стороны, это такая общая мультиварка, в которой все варится, и ты можешь к любому прийти, попросить, и он тебе поможет. Понятно. Скажи, пожалуйста, у тебя есть мысли по поводу развития этого даже движения, как его сделать лучше, более привлекательным для слушателей, чтобы музыканты, которые здесь играют, в том числе повышали свой уровень, возможно, это тоже нужно? Ну, мне кажется, каждый за повышением своего уровня должен следить сам. Ну, если человек считает, что ему нужно повышать уровень, и он должен находить какие-то пути по повышению. Если человек считает, что у него все великолепно, это уже Диме судить, великолепно у него или не великолепно, потому что в каждой организации есть один руководитель, который оценивает то, что, ну, мы не можем уже демократическим путем, 28 голосов — это глупо. Все равно есть человек, который направляет какой-то вектор, да, и который отвечает великолепно как бы это или как бы недостойно там какого-то концепта. Поэтому про уровень — это уже дело на совести каждого человека, в том числе и на моей. А вот в плане развития Dash у меня просто такая ситуация, что я, поскольку по разным причинам не могла выходить в интернет очень долго, 24 лет, быстрее, вот. Тогда они все-таки нашли возможность, чтобы я нормально работала в интернете. Для меня стало огромным открытием, какая же это все-таки классная штука и какие огромные возможности это дает. Когда мне нужно было раскрутить фестиваль, который организовывали мои друзья ролевой, я нашла кучу сообществ, кучу групп, которые просто с руками оторвали новости, которые я им предлагала, опубликовали, и потом по отчетам я поняла, что да, действительно пришли люди, которые из этих групп совершенно случайно зашли, прочитали про фестиваль и пришли. Но я ни в одной из групп, там, русского рока, православные сообщества, не видела объявлений Dash. А если я видела их, то чаще всего там стояла пометка «Дима». То есть это все-таки в наших руках. Групп просто миллионы. То есть надо просто активнее себя вести. Ну да, просто я делаю потолки, ну да, фестиваль, ну с друзьями. Я могу сказать, что просто по слову «Эльф» тебе выйдет 200 сообществ, и у 40 из них будет тысячная аудитория. И ты можешь там повесить, и люди придут. Ну давайте поищем по слову «Поэтические». Ну слово «Про славы» повесим там объявлений. Потому что я попробовала, многие отфутболили, потому что просто ничего не ответили. Некоторые повесили. Я вот там Дима сказала, кто повесил, кто не повесил. Вот этого мало, у меня было мало времени, потому что афиша пришла за полторы недели, это тоже не дело. Я понимаю, что у Дима не было времени, а у меня там такая ситуация дома, что у меня не было времени этим заниматься вплотную. Поэтому, конечно, если как-то вот мы, может быть, поможем, если афиша будет появляться за месяц, если мы все дружно будем реагировать, то, возможно, это поднимется куда-то. И при том, я считаю, что только афишам очень важно написать свои личные отзывы, свои личные отзывы. Вот сидит в какой-то группе, напишите, что вот был фестиваль, было круто, мне понравилось то-то, 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 то-то. Если это идет постоянно, то эти группы, у них включается зеленый свет. Они понимают, о, в сообщество Тысячник. Постоянно какие-то чуваки странные пишут про это событие. Надо, значит, нам тоже об этом писать. Потому что, когда это нигде нет, сейчас в интернете дождя не существует. Ну, существует группа, рассылка, да, и буквально на трех аккаунтах что-то висит. Дальше это нигде не существует. Я как человек новый и свежий в интернете, я понимаю, какая это сила. И то, что ей не пользуемся, это глупо. Поэтому я считаю, что с моей стороны больше я ничего не могу продумывать. Надо просто постить, просто писать интересные посты. Не пафосные, не такие, мой взгляд, на историю России и православия, и мое творчество в рамках их. А просто живые посты. Нормальные посты на разных сайтах. Например, что посты? Ну, вот Федосов, например, Паша пишет очень классные посты. Если даже тебе посмотреть, он пишет очень живые, интересные посты. Ну, или просто давайте просто все вместе писать. Как я могу что-то сравнивать, когда их подлечки нет? Вот Дима запустит какую-то тему. Все начинают лениво. Будем смотреть это видео и, так сказать, молотать на ус. Лениво. Нет, просто я не хочу ничего советовать. Просто реально вот. Почему бы не посоветовать? Как человек свежий в интернете, мы не используем его ресурсов вообще. А люди берут за это большие деньги за расходки групп и проектов. Почему бы нам сами не ставили себя такими же спонсорами? Каждый человек повесит в 15 сообществ. Мы сделаем то, за что платят тысячи. У нас 20 человек. Каждый повесит в 15 сообществ. Все. Это уже очень много. Спасибо. Это говорила Марина Наловская. Спасибо. Вот и все.